Продолжаются ремонтно-восстановительные работы на социальных объектах в рамках соглашения о сотрудничестве между Республикой Башкортостан и Красным Лучом. 17 июля исполняющий обязанности глава администрации города Сергей Соловьев с представителем Республики Башкортостан проконтролировали ход выполнения работ. Об этом информирует сайт администрации. Выезд осуществлялся на три объекта – школа номер 7, ясли-сад номер 2 Барвинок и дворец культуры имени Ленина. По словам Сергея Соловьева, работы в настоящее время ведутся ударными темпами. На объектах ежедневно трудятся десятки специалистов. Активисты Краснолучского местного отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия» оказывают помощь в регистрации в электронной очереди для посещения Пенсионного фонда Российской Федерации жителям Красного Луча, которые не имеют возможности записаться на услуги или затрудняются провести регистрацию самостоятельно. Запись ведется на базе Краснолучской центральной городской библиотеки имени Крупской и ее филиалов. Также записаться на прием можно самостоятельно на сайте Социального фонда Российской Федерации. С 20 июня 2023 года библиотека Центральная городская и ее филиалы помогают жителям города в регистрации в электронной очереди для посещения Пенсионного фонда Российской Федерации. С 20 июня по 30 июня мы оказали помощь 30 жителям. Уже с 1 июля по 13 получили эту помощь 661 человек. Для того, чтобы получить эту помощь, вам нужно прийти с паспортом в библиотеку, ближайшую к вашему дому, которая может вам помочь. И при себе нужно иметь СНИЛС и номер телефона. И вам помогут зарегистрироваться в электронной очереди для перерасчета пенсии. Юридические лица, независимо от организационно-правовой формы, индивидуальные предприниматели, осуществляющие розничную продажу товаров, услуги общественного питания, бытовое обслуживание, должны обеспечить условия доступности объектов для маломобильных групп населения. Приоритеты формирования доступной среды определены статьей 15 Федерального закона о социальной защите инвалидов в Российской Федерации государственной программой «Доступная среда». Обязанность по обеспечению доступности зданий и сооружений для людей с ограниченными возможностями передвижения возлагается в частности на собственников зданий и сооружений. Уклонение от исполнения требований к созданию условий инвалидам для беспрепятственного доступа к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, а также для беспрепятственного пользования всеми видами городского и пригородного пассажирского транспорта, средствами связи и информации, несут административную ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. За нарушение требований, предусматривающих выделение на автомобильных стоянках мест для специальных транспортных средств инвалидов, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 3 до 5 тысяч рублей, на юридических лиц от 30 до 50 тысяч рублей. Уклонение от исполнения требований к обеспечению условий для доступа инвалидов к объектам инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от 2 до 3 тысяч рублей, на юридических лиц от 20 до 30 тысяч рублей. С 8 по 13 июля в Ростове-на-Дону проходил межрегиональный чемпионат Soft Skills Russia для заместителей директоров по воспитательной работе студентов среднего профессионального образования новых территорий. Мероприятие объединило 200 студентов ЛНР, ДНР и Запорожской области. Они участвовали в командных играх, тренинговой программе, практикуме по публичным выступлениям, проходили все уровни игры, студоадаптация начала, выполняли профессиональные задания. Команда Краснолупского строительного колледжа во главе с заместителем директора по учебно-воспитательной работе Светланы Овсянниковой заняли первое место в номинации «Работа в команде», отмечены дипломом победителя и выиграли ценные призы – проектный офис с новым оборудованием. Победу ребятам принес проект, в ходе которого они за короткое время привели в порядок и сделали косметический ремонт в кухне одинокого пожилого человека, которое находилось в запущенном состоянии, тем самым подтвердив, что обучающиеся КСК – лучшие. А заместитель директора по учебно-воспитательной работе приняла участие в проекте «Практическая академия», и была отмечена сертификатом Общероссийской общественной организации «Российское содружество колледжей». Участники межрегионального этапа Всероссийского конкурса профессиональных образовательных организаций «Команда первых» студенты строительного колледжа, вдохновленные победой, включились в предложенный проект до конца июля оформить пространство в стиле движения первых в своей образовательной организации. Субтитры создавал DimaTorzok